Водолазы продолжают поиски мальчика, утонувшего накануне у понтонного моста. Ачинка приютила у себя в квартире стаю собак. Соседи воют. Расскажем, есть ли управа на хозяйку. Ачинцы могут присоединиться к экологической акции «Выбираю чистый воздух», потому что нам очень нужно. Сегодня с 9 утра в районе понтонного моста спасатели продолжают работы по поиску утонувшего накануне мальчика. Это заводь – предполагаемое место, где он может быть. По словам спасателей, если в течение нескольких часов тело ребенка не найдут, дно реки придется обследовать при помощи эхолота. Поисковые работы идут со вчерашнего вечера. Сегодня 12-летнего мальчика ищут 4 водолаза. Двое в воде, двое страхуют. Присутствует и фельдшер. Пока обследуют заводь. По словам спасателей, это место опасно по нескольким причинам. Обвалы каменистой насыпи и глубина до 7 метров. Как говорят водолазы, поиски осложняют еще и разные показания очевидцев трагедии. Одни говорят, что дети ныряли с каменной насыпи, другие, что прямо с понтона. Если в заводе мальчика не окажется, территория поиска существенно расширится. Дальше с помощью эхолота, нас с лодки, будем проводить всю правую береговую линию, обследовать ее. Ну, примерно до егинки. Возможно, туда тело будет вынесено. Обычно так и происходит. Это получается около 30 километров. Ребенок маленький, как нам объясняли, он худенький, тело легкое. Если он нигде не зацепился здесь, то будем искать его там. Как позже стало известно, поиски в заводе результатов не принесли. Теперь спасатели обследуют реку эхолотом. Он просвечивает порядка 40 метров в ширину. Напомню, трагедия произошла накануне около 6 часов вечера. Как выяснилось, трое детей купались в Чулыме. Один из мальчиков не справился с течением, и его понесло под понтонный мост, где он и скрылся под водой. На момент выхода материала в эфир тело ребенка еще не обнаружено. Поиски продолжатся завтра. Николай Черемных, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Неделя прошла, дорожники двух компаний так и не начали гарантийные ремонты. Комплекс «Трой» должен ликвидировать колею на участке Дзержинского и заменить несколько бордюров на проезде авиаторов. А «Аккорд Плюс» устранит колейность Настасовой. Обе фирмы даже не приступали к работе и не представили график, когда закончат. Напомним, на минувшей неделе в мэрии состоялся публичный разбор полетов. Власти потребовали у дорожников четкие сроки, когда те все исправят. Вот что обещали руководители комплекс «Трой» и «Аккорд Плюс» неделю назад. Я думаю, с понедельника мы приступим уже к фрезерованию по улице Дзержинского, по проезду авиаторов. Там у нас бортовый камень, да? Насколько я понял. Да. Ну, с понедельника и там, и там приступим. Тоже на следующий неделю приступим, если погодные условия подаст. Сегодня оба подрядчика нашли причины, почему ничего не делают. Но заверяют, начнут в ближайшее время. Но веры им нет, потому как по прогнозу впереди целая неделя дождей. В мэрии уже грозят судом. Что касается проезда под трубой, его комплекс «Трой» тоже должен заасфальтировать по гарантии. По решению власти, этот участок будут ремонтировать одновременно со второй кирпичной, чтобы ограничить движение один раз. Торги на ремонт сразу нескольких улиц Кирова, Лапенкова, Профсоюзной и второй кирпичной уже идут. Подрядчик определится в ближайшее время. Вы забыли, мы напомним это прообещание директора Центра обеспечения жизнедеятельности Юрия Сидорова про то, что в течение двух недель вывезут все спиленные и поваленные деревья. Сегодня срок вышел. Проверяем, куда техника не доехала. Руководство Центра обеспечения жизнедеятельности само признается, успели убрать только наполовину. Буквально накануне, как утверждают в группе СТК, они закончили уборку с центральных улиц. Но работа продолжается, и ячинцы могут отправлять заявки в единую диспетчерскую службу. Сразу отметим, что лучше делать это несколько раз. ОСА проверила на собственном опыте. К примеру, сообщение о завалах перед седьмой школой, тут и детская, и спортплощадка, мы передавали несколько раз. И вот, что здесь сегодня. Напоминайте, говорят сами чиновники. Ну, как говорится, семья не без рода, может что-то и забудем, но просим напомнить. Еще нужно убрать завалы на воеводу Тухачевского. Ветки валяются на улице Красного Октября. Напомним, ураганный ветер прошел в начале мая, но власти признали, что в некоторых районах еще не разобрали прошлогодний. Номер, куда можно сообщать о сломанных ветках и поваленных деревьях, на экране. Не квартира, а конура, так говорят жители одного из домов по улице Гагарина. Люди жалуются на необычных соседей, которые живут сами по себе. Без хозяина наша съемочная группа решила познакомиться с постояльцами. Кроме четвероногих, дома никого не оказалось. В этой однушке, по словам соседей, живут и наводят свой порядок около 10 собак. Как говорят люди, лают круглосуточно. Гулять их почти никто не выводит, так что в подъезде стоит просто невыносимый запах. Ведь справляют нужду прямо в квартире. Хозяйка квартиры, пенсионерка, живет одна. Жители уверяют, они обращались во все инстанции, но результата нет. Ни вздохнуть, ни отдохнуть. Уже не раз соседи делали замечания любительницы животных, но женщина не обращает внимания на претензии. Приходит только, чтобы покормить животных. Сама, по информации соседей, живет в другой квартире. Она просто такой сердечный человек, она собрала всех бездомных. Я говорю, ну сдай ты их, приют. Она говорит, ну жалко, а они еще нарожали. Сами-то разговаривали, что говорили? Бесполезно? Саша, подожди, сейчас вот будет это лето, на дачу, не на дачу, что, ну, в приемник, если сдавать, ну, там деньги, там, ну, чтобы, денег нету, вот я летом, ну, поэтому, как они мне шумели, не шумели, ну, она тоже говорит, что там, как с полом, ничего, не шумели. Я говорю, да я уже, говорю, нет, я говорю, я уже уснуть не могу. Соседям снизу живется еще хуже. По словам Екатерины, сверху иногда капает. Девушка рассказывает, такое соседство уже не в Магатум. Семья хочет переехать. Вообще-то, ну, как, переехали мы сюда. А сколько, примерно, уже время? Ну, года два. Года два. Сколько там собак вообще? Ну, она один раз гуляла, я 13 насчитала. Помимо вас, какие-то стили еще, ну, за этом жаловались? Да, мы всем этажом в полицию вызывали, бесполезно. Решение проблемы есть, но не быстро, объясняет эксперт в сфере ЖКХ. Необходимо обратиться к участковому для того, чтобы по факту нарушения правил эксплуатации и использования живых помещений была проведена проверка. И в случае установления факта правонарушения, действительно, собственник помещения был привлечен к административной ответственности. Если обращение к участковому большой силы не возымеет и нарушение продолжит, в этом случае необходимо подготовить пакет документов для того, чтобы обратиться в суд. Для обращения в суд необходимо собрать доказательства, фото и видео, чаще вызывать участкового, чтобы фиксировал нарушение, а в суд лучше подавать коллективный иск. Проблема беспокойного соседства знакома многим жителям многоквартирных домов. Если не получается договориться мирно, нужно отстаивать свои права в суде. Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Хорошая новость! Сеть аптек губернской аптеки открыли новую аптеку. Теперь не нужно ехать через весь город и стоять в длинных очередях. Еще ближе и быстрее можно получить льготные лекарства. Улица Дружбы народа всем! КОНЕЦ В Красноярск Энергосбыт временно требуется инженер группы реализации энергии непромышленным потребителям. Подробности по телефону 839-143-263-9943. Прием документов до 29 июня. Срочно требуется повар и помощник повара в кафе быстрого питания «Чикен Дюнер». Зарплата от 20 тысяч рублей. Все подробности по телефону 8-913-522-94-54. Мама, я в трамвае, и пусть все об этом знают. Здесь вся тусовка круче, чем гулянка в любом баре. Есть аниматор, ага, все в позитиве, ага. Все по маршруту, строго по закону. Вечеринные селфи-селфи-селфи-селфи-селфи, гол в трамвай желаний. Игры, танцы, песни, тусим, гол в трамвай желаний. Любой ваш праздник в трамвае желаний. Заказывайте по телефону 7-21-50. Владелец школьного недостроя в 9-м микрорайоне должен будет изменить забор, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. Напомню, двухметровый металлический забор появился здесь несколько недель назад. Он перекрывает обзор и водителям, и пешеходам. Пешеходы и водители на перекрестке Кравченко и Куйбышева практически не видят друг друга. Все из-за забора, который тянется от пенсионного фонда до дороги. Чтобы попасть на другую сторону, Ачинцам приходится высовываться из-за металлического ограждения прямо на дорогу, чтобы убедиться в отсутствии автомобиля. Сами горожане уже обращались к нам в редакцию, присылали видео об этом заборе. Ачинцы уверяют, что этот забор принес одни неудобства. Скажите, сильно мешает забор дорогу переходить? Вообще-то да, потому что не видно машину. Вот раньше как-то я иду, и далеко вижу, что это. А вот здесь вот выходишь сразу, да. Часто приходится здесь проходить? Да, конечно, я живу здесь. Да, мешает. Сильно? Очень сильно не видать машин. А как считаете, водителям мешает? Водителям тоже не мешает, потому что не видят пешеходов. Конечно, мешает. Вы здесь часто ходите? Каждый день. Приходится вот так вот выглядывать, да? Да. Там тем более горка, и так машину видно. С ребенком постоянно тоже ходите? Двумя. Напомню, недострой, который десятки лет был никому не нужен, неожиданно обрел хозяина в октябре прошлого года. Василий Джалалов выкупил имущество за минимальную цену, почти в 6 миллионов 400 тысяч. А спустя полгода огородил скелет недостроенной школы. Отмечу, что границ участка новый хозяин этой территории не нарушил. Однако таким забором создал опасность для автомобилистов и пешеходов. Комментировать ситуацию на камеру владелец недостроя отказался. А мэрия и ГИБДД сейчас решают, что и как нужно сделать, чтобы забор не мешал водителям и пешеходам. А пока власти и дорожные полицейские пытаются решить проблему, Ачинцам нужно очень осторожно переходить дорогу в этом месте. Николай Черемных, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. А сейчас короткий обзор других новостей дня. Известный криминальный авторитет из 90-х вышел на свободу Паши Цветомузыки. Настоящее имя Вилор Струганов заменили наказание на принудительные работы. Об этом сообщает Краевая прокуратура. С 2015-го он сидел за убийство пяти человек. Выйти на волю он должен был в марте 2024-го. Но с марта этого года он направлен в исправительный центр в Красноярске на улице Кразовской. Смягчение наказания полагается за хорошее поведение и после отбытия двух третей срока. К основному подрядчику строительства домов для погорельцев Белого Яра появились вопросы. О проблемах с исполнителем сообщает в своем телеграм-канале глава района Петр Хохлов. Сроки здесь поджимают. Почти 30 домов под ключ нужно сдать к 15 августа. А фирма Крас Альфастрой, похоже, тянет резину. Хохлов потребовал кардинально изменить подход к работе, предоставить графики и отчет о сделанном. Решение о дальнейшей работе этих строителей будет принимать Краевое управление капстроительства. Отметим, эта же фирма строит дом для переселенцев из Ветхого в Ачинске и серьезно отстает от сроков. А еще эта же компания зашла на благоустройство улицы Зверева. Из-за риска завоза чумы в крае принимаются меры безопасности. Об этом сообщает главный санитарный врач региона. В соседних с нами республиках Алтай и Тува сохраняется угроза активации природных очагов чумы. А также существует риск попадания чумы из эпидемиологически неблагополучных стран. В качестве мер безопасности предполагается информировать население о мерах профилактики, оценить готовность госпиталей на случай выявления больных, подготовить медперсонал. При этом глава Краевого Роспотребнадзора подчеркивает, в Красноярском крае нет природных очагов чумы. Ачинцам предлагают поучаствовать в акции «Выбираю чистый воздух». По задумке организаторов, а это Минэкологии страны, к ней должны присоединиться все города и районы. Идея хорошая. Надо снижать выбросы отличного транспорта с традиционным топливом, то есть бензином и дизелем. Поэтому участникам, которые за чистый воздух предлагается оставить свой авто- и мототранспорт в гаражах или на парковках, а перейти на ходьбу, бег, велосипед, ролики и прочее без выхлопов. При этом, напоминают организаторы из Минэкологии, нужно обязательно фиксировать свои маршруты в соцсетях с хэштегом «Выбираю чистый воздух». На сайте с таким же названием идет подсчет километров, сэкономленного топлива и не случившихся выбросов. Итоги акции подведут 22 сентября в день всемирного отказа от автомобиля. Организаторы определяют города-лидеры и даже наградят почетными дипломами. Ачинцы, судя по комментариям в соцсетях, тоже хотят дышать чистым воздухом. А пока у нас так. Да, это Ачинский длинноземный комбинат, детка. Овощи не стесняются. Средь бела дня, лето. Это не пар, это дым. Чем мы дышим, господин? Субтитры подогнал «Симон» Всем пять. Мы телеканал «ОСА». И у нас день рождения. Нам исполняется пять лет в эфире. Все хорошее измеряется не годами, а делами. Снимайте, пишите и звоните нам, наши зрители. Так, либо вы выезжаете, либо я тоже буду что-то делать с вами. Здравствуйте, я смотрю ваш канал, я проживаю в Приморском крае на Дальнем Востоке. В гостях нет у вас объявления, куда с девятого микрорайона переселили курей и курей несушек. Здравствуйте, а вы кто будет? Корреспондент. Президент? Корреспондент. Потому что телеканал «ОСА» работает для вас. По всех телевизорах, телеграмме, ВКонтакте и Одноклассниках. Давайте с нами. Будьте с нами. Будьте с нами. Будьте с нами. Будьте с нами.